Здесь у нас установлен котел, бойлер косвенного нагрева, система очистки воды и система накопления воды. Все на мазуте? На дистопливе. То есть для переключения на газ нам нужно поменять только вот эту горелку. Герман Митин платит за дистопливо, которым отапливает дом площадью 220 квадратных метров, 150 тысяч в год. По приблизительным подсчетам с газом выйдет в три раза дешевле. О президентской программе социальная газификация житель деревни Назимиха узнал из интернета. 26 марта заключил договор с Мособлгазом, а 8 июня бригада трубоуклащиков уложила в землю первые несколько метров газопровода. Пытались в 2005 году подключить, было очень дорого, но сейчас по социальной газификации должно быть дешевле, только оплачивая при работе внутри земельного участка. Протяженность трубопровода от распределительного пункта до границы участка 120 погонных метров. Газовая нитка из прочного полипропилена и снабжена кабелем-спутником для точного определения местоположения трубы после укладки. Строительство газораспределительных сетей в деревне Назимиха по президентской программе у нас идет в графике. Работы ведутся силами подрядной организации «Нафтогаз». 17 человек у нас заключили договора и до 20.07 они уже будут с газом. По Восточному Подмосковью Мособолгаз заключил 5,5 тысяч договоров на присоединение к сетям в рамках социальной газификации. Из них 600 выполнены. Жители частного сектора получили газ. Голубое топливо подводится к границам земельного участка за счет газоснабжающей организации. Главное преимущество, безусловно, это то, что работа выполняется до границы участка за 0 рублей. Цены внутри границ участка гораздо меньше благодаря постановлению правительства 1547. Чтобы стать участником программы, нужно обратиться в районную эксплуатационную службу или в офис обслуживания клиента и оставить заявку на подключение. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.